Перепись персонажей, что живут на улицах Екатеринбурга, устроили местные художники. Они обошли с инспекцией самые яркие стрит-арт-объекты города, среди которых и крошка-енот, что прописался на Попова, и улыбчивый Гагарин с Малышева, и гигантская банка сгущенного молока. Эти бетонные полотна известны на весь мир. Вот только время и погода потихоньку стирают краски. Что с ними будет дальше и не истекли срок годности у сгущенки, знает Екатерина Деменчук. Много объявлений наклеили, очень многое исписали. Сверхуличное искусство ревизоров совсем не радует. Листовки и граффити на признанных шедеврах стенографии смотрятся нелепо. Хотя, например, знаменитая банка сгущенки по истечении пяти лет сохранилась неплохо, отмечают местные стрит-артеры. Нынче они решили проверить все, что натворили, и составить реестр таких объектов культурного наследия. Те, что в плачевном состоянии, хотят восстановить. Со временем та краска, которую использовали первоначально, начинает тускнеть. И самое сложное – это именно подобрать цвет. То есть, если мы, например, берем артикул, который использовался до этого, сейчас он, конечно, будет выглядеть намного ярче. Придется либо полностью перекрашивать объект, либо как-то вот подбирать близкий. Вгонять в краску картины на бетонных и кирпичных холстах будут либо сами авторы, либо те, кому художники доверяют. Впрочем, реставрировать будут не все объекты. Новую жизнь прежде всего подарят любимцам горожан. Например, кружки еноту на Попова и ультрафиолетовой арки с тегами на Тургенева. Поклонники уличного искусства двумя руками за. Но просят и о новых художествах не забывать. Нам бы, конечно, желательно еще и двери. Мы будем очень рады, хотим бы то самое, чтобы красиво было. Благодаря такому отношению к стрит-арту Екатеринбург выигрышно смотрится на фоне большинства городов мира. За границей известны не только наши сгущенка и мост-домино, но и отношения властей к такому искусству. Ведь именно они выделяют фасады и заборы для будущих творений. Улицу Попова в промежутке от Хохрякова до Сака и Ванцети уже давно прозвали галереей современного уличного искусства. Здесь почти на каждом шагу можно увидеть арт-объект. Но со временем все шедевры неизбежно разрушаются. И переживет ли такая картина, грядущий ремонт, пока неизвестно. Впрочем, за тем, как разрушаются многие их художества, авторы следят без грусти, знают, на что идут. Улицы – это вам не Эрмитаж. Выдающийся олдскульный граффитчик, швейцарец, проживающий в Барселоне, к нам приезжал и говорил, что у него был случай, когда объект просуществовал всего 15 минут. Уличное искусство в чистом виде – это всегда чуть-чуть ремиз. Однако сохранить по определению недолговечное искусство в Екатеринбурге все же пытаются. Ведь это визитная карточка города. В год стрит-артеры планируют восстанавливать с десяток арт-объектов. Кроме того, знаковые творения нанесут на специальную онлайн-карту, которую презентуют через неделю. С ее помощью экскурсию по уличной галереи уральской столицы сможет совершить любой житель планеты. Екатерина Деменчук, Ярослав Прохоров, Новости 41-го канала.